В Беларуси этот год станет прорывным для новых медикаментов. Ряд контрактов подписан с Китаем, в том числе по поставкам субстанций. Это приведет к снижению стоимости различных препаратов. Также наша страна работает со Швейцарией и некоторыми партнерами из европейских государств. Что касается отечественной вакцины от COVID-19, уже в апреле должны получить первый опытно-промышленный образец. Предприятия республики заключили контракты на 200 миллионов долларов на продовольственном форуме в Санкт-Петербурге. Это в три раза больше, чем в 2022. В этом году в выставке приняли участие более 400 компаний, в том числе потенциальные покупатели из 19 регионов России, включая Дальневосточный и Сибирский округа, а также 50 белорусских производителей из всех областей. В МНС напоминают о необходимости уплаты налогов. В частности, блогерам, которые ведут свой собственный аккаунт на интернет-площадках Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и получают доход от рекламы. Здесь же прибыль от продажи курсов, уроков, тренингов и вебинаров. Декларацию необходимо предоставить не позднее 31 марта 2023. Сельскохозяйственные предприятия Могилевской области готовятся к предстоящей посевной. Организации обеспечены семенами на 100%, удобрениями на 56%. Технопарк региона насчитывает 4224 трактора и 4030 единиц машин и агрегатов. Весеннеполевые работы начнутся, как только позволят погодные условия. Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам нарушения природоохранного законодательства. Граждане могут сообщить о загрязнении окружающей среды, в том числе о свалках отходов, самовольной разработке карьеров, сбросе сточных вод и других фактах, которые требуют проверки. Обратиться можно по короткому номеру 191. Заявки принимаются только в будни.